Вручение юбилейных медалей к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, праздничные огоньки, встречи поколений, концерты и выставки. Эти и множество других тематических мероприятий, приуроченных к Великому юбилею Победы Мая, проходили в районе. Вниманием были охвачены все герои праздника. А самым большим подарком для всех горожан и тех, кто ковал Победу в тылу и на полях сражения, стала реконструкция Площади Победы. Теперь почти 11 тысяч земляков, погибших в боях, увековечены на страницах гранитной книги памяти. Их имена золотом написаны на огромных плитах. Мы с вами сделали многое для того, чтобы увековечить память наших отцов, дедов. Сделали это для того, чтобы это больше нужно живым, больше нужно нашим детям, внукам. Для того, чтобы мемориал Площадь Победы, он остался на многие десятки лет, остался памятью для Лобинска, для лобинчан. И чтобы любой человек, предки которого остались там, лежать где-то в европейских странах, а может быть на территории бывшего Советского Союза, мог прийти и прочитать фамилию своего деда, прадеда. И чтобы всегда мог гордостью сказать, что мы защищали свою родину, наш род, наша фамилия. Я последователь того славного человека, который пал смертью героя. Реконструкция мемориала шла по краевой программе «Книга памяти». Много средств на строительство пожертвовали и лобинцы. Мемориальный комплекс официально открыли 9 мая. И сегодня можно с уверенностью сказать, что он является одной из основных достопримечательностей района. Лобинская Площадь Победы уже признана одной из лучших на Кубани. Александр Сачиков выразил глубокую благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта по строительству мемориального комплекса. Нас поддерживала администрация края, поддерживал город, поддерживали уважаемые люди, поддерживали все честные патриоты нашего района, нашего края. Поэтому нам с помощью всех вас удалось завершить эту работу на этом этапе. И хотелось сегодня всех вас поблагодарить, сказать искреннее человеческое спасибо за ту большую работу, которую мы с вами провели, и организационную, и работу по созданию фонда памяти и многих других направлений. Даже если посмотреть создание одной книги, чтобы собрать все это воедино, это требовалось очень большого труда. Всем, кто принимал активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы, Александр Сачиков вручил почетные грамоты. В числе награжденных представители духовенства, общественных организаций, политических партий, силовых структур. Также заслуженные награды получили многие работники культуры, коллективы учебных учреждений, предприятий и организаций. На мероприятии чествовали строители, казаков, в числе награжденных и представители средств массовой информации. Почти 80 грамот на это мероприятие вручил глава района. Но на этом юбилейный год Победы не завершается, подчеркнул Александр Сачиков. В районе Италии будут проводиться акции в честь Великой Победы.